В Чувашии вспышка пневмонии. С начала года заболели 352 человека, причем болеют в основном дети. Сейчас в больницах столицы приток пациентов. Сегодня в одной из них побывала моя коллега Ольга Григорьева. Для двухлетней Софии и трехмесячного Серафима Самсоновых поход в гости закончился больничными койками и воспалением легких. Сейчас дети вместе с мамой и бабушкой в Республиканской детской клинической больнице. Мы были в гостях и София у нас после ночи заболела. У нее поднялась высокая температура 39,5. Мы вызвали врача на дом, она послушала ребенка, в общем назначила необходимое лекарство, полечились. Через некоторое время заболел у нас младший сын. Ситуация, к сожалению, типичная, констатируют медики. Более половины из тех 30 пациентов, кто на сегодня пролечился и выписался, контактировали с больными. В большинстве случаев врачи ставили либо вирусную пневмонию, такая передается воздушно-капельным путем, либо бактериальную. Это осложнение уже после инфекционных заболеваний. Вакханалия вседозволенности по отношению к самому ребенку. То есть это совершенно необоснованное хождение в гости друг к другу. Это елки. Что двухлетнему ребенку вы мне скажите делать на елке с тысячным количеством народа или детей? После выписки бывших пациентов отделение раннего возраста продолжает принимать уже свежих больных. Ничего экстраординарного успокаивают врачи. Небольшая вспышка вирусных инфекций и пневмонии. Заболевания эти были всегда и каждый год ситуация повторяется. К сожалению, все так же наиболее уязвимыми остаются маленькие дети. От рождения до двух-трех лет. Иммунитет у них только формируется. Как показывает практика, что у взрослого кашель, то у ребенка потом пневмония. Поехали к бабушке Новый год отмечать и заболели. Через 7 дней появилась у нас вот такая болезнь. Стало ребеночку плохо, температура поднялась, отдышка появилась, плохо дышит. Кто был больной? Вот болел у нас дедушка больной, оказывается, был. Но он покашливал к тому времени. Встречаться с инфекциями, конечно, нужно. Это тренирует организм, считают медики. Но не до таких же серьезных случаев. Чтобы дать инфекциям хороший отпор, важно соблюдать простые правила. Правильно кормить детей, питание должно быть белковым. Делать прививки, изолировать малышей от больных или надевать маски. Ну и, конечно, элементарное правило, которое никто не отменял. Чаще мыть руки. Современные родители нередко поступают с точностью, да наоборот. Питание должно быть адекватное. Не могу полностью сказать, что в праздники наши дети достойно питались. Из тех детей, которые выписаны, даже годовалые дети получали тортики, получали с общего стола салатики и так далее. Схвативших воспаление легких детей сейчас госпитализируют несколько клиник. По данным Минздрава, дополнительные койки наряду с Республиканской детской клинической больницей приготовлены еще в третьей и четвертой детских городских больницах. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика.